Всем привет, друзья! Сегодня я познакомлю вас с рецептом одной маски, которая сейчас пользуется очень сильной популярностью среди девушек. И, как уверяют многие, эта маска позволяет сбросить нам целых 10 лет, а то и больше. И даже если у вас в 70 лет уже есть очень крупные морщинки, эта маска помогает их уменьшить и сделать лицо намного-намного красивее. Что же нам для этого нужно? Нужно всего 4 компонента. Это желток одного яйца, овсяные мелкие хлопья, либо овсяная мука, сметана и сода. Больше ничего. Итак, у меня здесь в мисочке уже есть один желточек. К желточку мы добавляем 1 столовую ложку сметаны. И теперь нам нужно хорошо перемешать наш желток со сметаной. Теперь к яйцу и к сметане мы отправляем 1 столовую ложку мелкой овсянки. Я использую овсянку вот такого мелкого помола. Если же у вас крупная овсянка, просто перебейте ее миксером. Либо же вы можете использовать овсяную муку. И так же все хорошо смешиваем. Вот такая у нас получается овсяно-яично-сметанная смесь. Мы все хорошо перемешали. И в последнюю очередь мы будем добавлять пол чайной ложки соды. Смешиваем. Теперь самое главное, девочки, как только вы перемешали все компоненты, вы сразу маску на лицо не наносите. Вы их перемешали и оставили на 5 минут, чтобы все компоненты этой маски вступили в реакцию друг с другом. Это обязательно нужно, потому что вот через 5 минут, смотрите, масочка становится такая вот более воздушная. И прямо появляются такие вот пузырики. Это очень важно. То есть перемешали и оставили на 5 минут. И через 5 минут можете уже наносить на лицо. Все компоненты этой маски, они очень хорошо борются как с сухостью. Особенно вот сейчас, когда морозы, зима. И наша кожа подвергается еще большему негативному воздействию. Вот. Помимо этого, такие компоненты, вот как желток, это концентрат витаминов красоты, концентрат А и Е. Они хорошо питают и омолаживают нашу кожу. Овсянка, наверное, по поводу овсянки уже каждый из вас знает. Овсянка обладает очень такими вязкими, хорошими компонентами, которые проникают глубоко внутрь нашей кожи. Питают ее, обновляют ее, осветляют ее. И вот если у вас есть, например, пигментация, то вот в маске в сочетании овсянка и сметаны очень хорошо осветляют вашу кожу. Я очень рекомендую делать такую масочку курсовую. То есть 2 раза в неделю на протяжении месяца. И вот через месяц вы увидите очень хорошие омолаживающие эффекты. Даже, как вот говорит создатель этой маски, да, вы легко можете сбросить минус 10 лет. Ну что, поверим и будем делать вместе с вами эту маску. Вот. Я последний раз перемешала и теперь как ее наносить? Тут довольно просто. Маска получается редковатая. Вы берете ватным диском, мне так проще. Наносите на кожу лица. Можно делать это в нескольких слоев, там в 2-3 слоя. Оставляете на коже лица на 20-25 минут. После чего смываете прохладной водичкой. И после этого наносите уже свой любимый увлажняющий либо питательный крем. Все довольно просто. Обязательно попробуйте и напишите в комментариях, кто уже пробовал такую маску о своих впечатлениях. Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом маски, которая сейчас стала очень популярной как на просторах интернета, так и в ютюбе и в тиктоке. Возможно, вы уже о ней слышали. Но для тех, кто нет, я хочу сегодня рассказать про нее, рассказать, почему она так популярна и познакомить вас с этим рецептом. Дело в том, что отзывы на эту маску очень-очень хорошие и в основном только положительные. Девчонки говорят о том, что лицо приходит в тонус, кожа становится более плотная, упругая и самое главное разглаживаются морщинки. Как мелкие, так и глубокие. Нам понадобится всего лишь желток, сок алоэ, глицерин и крахмал. Сейчас мы быстренько приготовим эту масочку. Я расскажу вам, как самое главное правильно наносить ее на наше лицо и расскажу про действия каждого из этих компонентов. Так, сначала добавляем желток. Затем нам понадобится 20 капель сока алоэ. После алоэ добавляем 5 капель глицерина. И в самую последнюю очередь добавляем 1 столовую ложку крахмала. И осталось теперь только хорошо перемешать все компоненты. Так, наш домашний ботокс от морщин мы очень хорошо перемешали, чтобы не было никаких совершенно комочков. И сейчас мы будем вместе с вами наносить этот наш домашний ботокс на лицо. Вот, как мы сначала это делаем. Перед тем, как наносим, вы помните, вы делаете тест на чувствительность. Вот, после этого вы очищаете лицо тоником, либо умываетесь. И только на чистую, очищенную кожу наносите уже наше средство от морщин. Самое главное, что вы должны помнить, это то, что мы будем наносить вот это средство в 5 этапов, то есть в 5 слоев. Это очень-очень важно. То есть мы нанесем ее одним слоем, потом вторым, третьим, четвертым и так далее. И начинаем уже наносить. Так, девчонки, я нанесла уже в 2 слоя эту маску. И сейчас буду наносить третий слой. Что хочу сказать по поводу ее компонентов, да, почему маска такая эффективная. Дело в том, что, например, тот же глицерин, который есть в составе этой ботоксной маски, он очень хорошо придает упругость нашей коже и удерживает влагу внутри. А влага это очень важно, когда мы боремся со старением. Не зря глицерин добавляется практически во все косметические средства. Но самое главное, вы должны помнить, что ни в коем случае не наносите чистый глицерин на кожу. Глицерин можно наносить только тогда, когда он сочетается с какими-то другими средствами. По поводу сока алоэ. Тут все очень просто. Сок алоэ очень хорошо борется с процессами старения кожи, потому что обладает очень классным таким свойством увлажнять нашу кожу. Так, я нанесла уже третий слой, сейчас буду наносить четвертый, это уже предпоследний слой. По поводу желтка, что хотела сказать. Тут, в принципе, говорить особо нечего. Дело в том, что в желтке желток это прям вот концентрат витаминов А и Е. А витамины А и Е, это я уже в сотый раз повторяю, это витамины красоты. Они очень важны. Плюс сочетание глицерина, крахмала и витамина Е, которые содержатся в желтке, он создает такой прям очень усиленный эффект, замедляющий старение кожи. Наносим наш четвертый слой маски. Очень сложно говорить, маска прям вот очень сильно стягивает кожу. Кстати, под воздействием крахмала очень хорошо разглаживаются как глубокие, так и мелкие морщинки. И если регулярно делать такие маски, хотя бы раз в неделю, то вы можете существенно замедлить старение кожи. Ну вот и все. Мы нанесли нашу маску. Она прям так сковала, можно сказать, мое лицо. И теперь вот эту маску мы оставляем на лице буквально где-то на 20 минут, не больше. После чего мы будем смывать ее прохладной водой. Так, ну что, девчонки, я смыла уже масочку. Нанесла после маски, после того, как снимете ее, обязательно носите свой увлажняющий уходовый крем. Я нанесла крем, и что вот я заметила, то что лицо, вот как видите, не знаю, камера передаст или нет, оно покраснило в некоторых местах. Это я так думаю, что за счет сока алоэ, потому что оно обладает регенерирующими свойствами. И оно как бы снимает вот этот вот слой верхней эпидермиса. И это очень хорошо, потому что нам ничто не мешает, вот этот верхний ненужный слой роговерший не мешает проникать тем питательным компонентам, которые входят в состав маски. Это очень круто. Что еще заметила после первого применения, то что вот кожа на ощупь, она стала такая вот, ну как бы вот пришла в тонус. Это тоже очень хорошо. Поэтому я вам всем советую обязательно попробовать эту маску. И после того, как попробовать, а может кто-то из вас уже пробовал, обязательно напишите в комментариях свои впечатления от нее. Если вам было полезно это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в новых видео. Всем пока!